Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, это программа Разворот. Меня зовут Андрей Ильишкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшнего Разворота, генеральный секретарь Латвийского союза легкой атлетики Дмитрий Милькевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Впервые у нас в гостях, вот добро пожаловать, как выяснилось до эфира. Нам можно звонить, те, кто заинтересован в теме спорта, легкой атлетики, кому есть что сказать, по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9 или писать в WhatsApp по телефону 230-6191. Вот, пожалуйста, мы все ваши сообщения прочитаем. Ну что, сейчас, наверное, на повестке дня у вас, то есть у латвийской легкой атлетики, как и у мировой, это чемпионат мира, который стартует 27 сентября в Дохе. Ну вот, он еще не начался, но уже печальная новость. До всех до нас дошла, что Лаура Иковна не сможет поучаствовать, главная звезда, пожалуй, легкой атлетики. Да, пожалуй, она была наша самая большая надежда на медаль, на самое высокое место на чемпионате мира. Да, ну вот буквально пару дней назад мы получили звонок от главного доктора Олимпийской Венибы, который сказал, да, что есть какая-то травма, которая не позволит Лауре участвовать в этих соревнованиях, и они будут концентрироваться, делать все усилия, чтобы травму залечить как можно быстрее, чтобы можно было подготовиться к главному старту четырех лет, это Олимпийские игры в Токио. В Токио, да, это тоже. Но если говорить о чемпионате мира, вот последнее, может быть, есть какая-то еще, там, апдейт и новая информация, но, я так понимаю, 11 спортсменов, да, от Латвии в этом году будут участвовать? Да, правильно, 11 спортсменов. 11, и вот большая часть прошла на турнир за счет сдачи нормативов, так называемый, и еще некоторые получили, трое, получили персональное приглашение. Да, правильно. А вот как это, расскажите, как это вообще работает? Ну вот, если говорить о нормативах, я так понимаю, что эти нормативы, они тоже не стоят на месте, они как-то год от года становятся все сложнее, и некоторые говорят, что они даже уже чересчур стали, ну, требовательными. Ну, в принципе, так оно и есть. В этом году, последний год, это когда есть нормативы, потому что на Олимпийские игры отбор будет иной, и будут и нормативы, и будет мировой рейтинг, где будут браться пять соревнований с каждого спортсмена, и, соответственно, будут очки, и так будет квалификация на соревнования проводиться. А на чемпионате мира, да, в этом году были нормативы, они очень высокие, то есть Международная Федерация Легкоатлетики, у них есть идея, сколько бы они хотели видеть спортсменов в каждом определенном виде. То есть это зависит от времени в телевидении, чтобы это не было слишком долго. Например, вот в бегах, там, 52 человека, 100-200 метров, да, на 848 человек, они планируют, что там может быть. И примерно они выставляют такие высокие нормативы, и когда недостаточное количество человек выполняет эти нормативы, как, например, было и в 200 метров, и в 800 метров, и в Копье, где наши девочки получили приглашение, то есть там было определенное количество нормативов, и они добирают вот свое заветное вот это число, которое они хотят видеть на эти соревнования, и наши девушки были в этом пуле людей, которых пригласили. Но по каким критериям все происходит? Потому что одни могут, ну, вот если не добрал норматив, но все-таки получаешь приглашение, руководствуется чем получается Федерация в первую очередь? Результатом. Результатом в этом году. Общим? Или конкретным? А конкретным результатом. Но все-таки недобор же есть? Нет, есть норматив, да, вот, например, на 800 метров, там, 2 минуты, грубо говоря. Ну, вот Анна Коциня, например, я просто смотрел, норматив составляет 61,5 метр, у нее получилось 61,10. 10, да. Ну, там, 40 сантиметров она не добрала, но все-таки недобор. У нее недобор, но и вообще в мире недобор. То есть, никто в мире не кинул, не было 32 человека, кто бы метнул 61,50. Просто не хватило, осталось место. То есть, метнуло 30, грубо говоря, там, 25 человек, 61,50. И потом они видят, что им не хватает, грубо говоря, 8 человек, кто выполнил норматив. И они добирают вот людей. Которые в порядке убывания не попали. Ну, вообще, вот составление, может быть, в беге для вас более близкой дисциплины. Вот эти нормативы, как они вам кажутся, они по адекватному пути идут? Или уже в какой-то момент там какой-то потолок будет достигнут? Ну, конечно, если раньше было главное участие в соревнованиях, например, на Олимпийских играх, то сейчас уже это чуть-чуть переходит на другое. То есть, они сейчас хотят видеть уже самых-самых лучших. То есть, если раньше были нормативы меньше, был А-норматив, был Б-норматив, то сейчас он один, и он высокий, и они еще растут. Если на следующий год на Олимпийские игры эти нормативы будут еще выше. Мы уже их знаем, и они еще выше, но тут опять тоже, что я говорил, что будет ранговая система, которая стимулирует спортсменов выступать не только дома, а выезжать за границу и выступать на высоком уровне соревнований, которые дают больше очков для спортсмена. То есть, это стимулирует, грубо говоря, не сидеть дома и выступать в своих соревнованиях, где часто говорят, что вы у себя дома метаете далеко, а вы езжаете на главные старты, и почему-то этого результата нет. Да, ну вот таким образом они их стимулируют. А еще таких любопытных вопросов. Вот рекорды Латвии, один из рекордов, мы еще упомянем, он за вами по-прежнему числится уже много лет, 13, да, получается лет? Да. Да. А латвийские вот эти вот рекорды, они, если сравнивать их с тем, чего достигли мировые нормативы, вот что там видно? Вот просто вы меня навели, говоря о том, что вы у себя метаете, а выезжая за границу, там другие совсем результаты. Очень хороший вопрос, как раз у нас сейчас, у нас главная статистика Андрис Стадис готовит эту информацию, ему буквально вот сейчас просто закончилось, вчера был последний день, когда надо было посылать нашу заявку, и вот сейчас он готовит именно вот сравнение с нормативами, и по сравнению с нашими рекордами Латвиями, тогда уже будет более… Ну, а если так говорить, пока еще не конкретно, но что там, скорее всего, будет? Не, ну у нас, в принципе, очень высокие, во многих видах, очень высокие рекорды Латвии, которые котируются, ну, в принципе, на уровне чемпионата мира, финалов, да, то есть, особенно, там, в копье, даже средние бега, там, спринт, конечно, не такой высокий уровень, да, наших рекордов по сравнению с мировыми, может быть, бегами хотят 10-18, а наш рекорд тоже высокий. Так что мы на уровне, на хорошем уровне, так что ждем вдоху. Да, ну вот вы справедливо сказали, что Лаура Юковна, яси, была, в принципе, главным, ну, претендентом, главной надеждой, но вот она не будет выступать, кого бы вы сейчас назвали после нее, вот на кого нам стоит, понятно, что болеть будем за всех и ждать каких-то прорывов от всех, но все-таки по объективным показателям, кто ближе всего к каким-то достижениям. Да, ведь наша легкая атлетика, такой очень вид спорта, где все на бумаге, у тебя есть результат, у тебя есть статистика, и мы так и мы смотрим по статистике, сейчас самая высокая у нас, это Лина Муза в метании копья, она сейчас самая высокая, потом Мадра Паламеке тоже копье, парни наши тоже копьеметатели, Ролленд Шрубендерс и Гаттис Чакш, они в первой тридцатке, которые результаты котируются очень высоко, и копье это такой вид, где все может случиться. Сейчас есть, конечно, ведущие в мужском копьеметании, ведущие лидеры, это немцы, и, как ни странно это не звучало, это наши балтийцы, это эстонец и литовец, но в копье это психология, это техника, и любой может привлечиться на старте, и, как мы знаем, на чемпионатах мира, на Олимпийских играх, часто выигрывают далеко не фавориты. Ну вот раз вы про метание копья заговорили, приходится слышать такое мнение, что вот годы прошли, мы помним период, когда латвийские копьеметатели показывали большие достижения, в том числе на Олимпийских играх, сейчас этого не видно, но вот Василевский, Сковолс, да, это время ушло, при том, что вы сказали, есть имена, но таких достижений нет. Вот можно ли сказать действительно, что как-то эта школа может быть немного ослабла, тренерская в том числе, потому что та же Лина Муза, если не ошибаюсь, она и в Финляндии тренируется, но тренируется не здесь, получается. Есть такое действительно, что вот 10 лет прошло, даже больше, там, 15, и как-то все стало все-таки хуже? Ну, как бы у нас есть очень хорошая молодежь, даже в этом году у нас медаль на чемпионате Европы У-20, серебряная медаль, мы хорошо выступили на Европейском Олимпийском фестивале в Баку, где у нас были высокие, да, мы были в финале, то есть традиции копьеметания у нас есть. Но вот Олимпийские игры, все меряют, конечно, по самым крупным турнирам, чемпионаты мира Европы и Олимпийские игры. Ну, чемпионат Европы у нас был, чемпионат Европы, да, Зигас Монсирмайса, чемпионат Европы. Это мы чуть-чуть разбалованы, конечно, этими медалями в прошлом, но хочу заметить, что конкуренция мировая, она очень высока. И если мы видим, что легкой атлетики – это тот вид спорта, который доступен, да, и в принципе, это больше всего участников на Олимпийских играх – это легкой атлетики. То есть все страны практически занимаются легкой атлетикой, и быть в топ-30 мира – это очень высокое достижение. То, что у нас были медали, это, конечно, уникально, и мы, конечно, надеемся, что у нас будут они еще, потому что ребята наши, кто сейчас подрастает, девушки, очень сильно, опять же, в копиметании. Мы видим, как они целеостребленно готовятся, у нас есть хорошие тренера, у нас, конечно, меняется поколение тренеров, и некоторые же становятся в очень зрелом возрасте, но мы надеемся, что они будут передавать свои знания другим, молодым более тренерам, что не всегда получается. Кто-то и со своей гордыней, может быть, боится подойти, спросить опыта и какого-то совета. Спортсмены вы имеете? Нет, именно тренеров даже. Спортсмены спросить тренеров? Нет, именно тренер молодой спросить тренера, который более опытный, может быть, не всегда это происходит. Кстати, Василевский и Соколос, они вот по тренерской дороге, как, они не пошли или пошли? Айнарсков, да, он тренер, он тренирует, у него был парень, который тоже был медалист на европейском уровне, а Вадим Василевский нет, он не тренирует, он занимается другими делами. Ну и мы видим, сейчас есть новые тренера, молодые, но опять же все упирается, почему ему, может быть, Вадим не в тренерской, потому что, опять, оплачиваемость тренерской работы, она на очень низком уровне, и не всегда молодой человек пойдет работать тренером, потому что он не сможет содержать свою семью. Это уже государство вопрос. Это государство, но сейчас создана группа, и есть задания от премьер-министра, что разрабатывается новая приоритизация финансирования спорта, где один вопрос тоже и от нас, это как будут оплачиваться тренера, чтобы это было недоступно, а как бы почетно, и чтобы тренера могли выжить, занимаясь своим любимым делом. Ну а государственной, да, вот о политике спорта мы поговорим еще, это отдельный больной вопрос. Если говорить еще о спорте, ну вот Лига Велвера, она побежит 800 метров, да, это ваша коронная дистанция, здесь вы, наверное, тоже более осведомлены, ну еще более, скажем так, и компетентны. Что можно сказать о подготовке, о вообще каких-то подводных камнях этой дистанции и прочем? Ну эта дистанция, конечно, она считается одной из самых сложных в легкой атлетике, да, по тренировкам и по всем затратным ресурсам, именно физическим. Лига тренируется у моего тренера, который тренировал меня, Виктор Латцес, на данный момент они находятся в Ницце, на подготовительном, на последнем уже сборе перед Дохой. Сейчас, да, это уже, в принципе, как говорится, перед смертью не надышишься, так и здесь, сейчас это уже последние шлифовки, там уже такие тренировки, не такие, может быть, тяжелые, но очень на качество намеченные. И 800 это та дистанция, где мы видим, что белокожие спортсмены могут выигрывать, и они очень конкурентоспособны. Так и Лига своим результатом 2 от 0,1, с которым она квалифицировалась на вдоху, да, это очень высокий результат, и очень часто на чемпионатах 800 метров это тактическая борьба. Это не всегда стали, побежали, как на камеру. Вот я хотел спросить, вот между техникой и какой-то психологией, что превалирует, и вот если говорить о наших спортсменах тоже, слабые и сильные места? Ну, как мы смотрим, последние, может быть, чемпионаты мира, Европы и Олимпийских играх, есть, конечно, какие-то изъяны у наших спортсменов именно в психологической подготовке на главных соревнованиях. Что мы часто потом разрабатываем, что мы выходим в сектор, у нас дрожат ноги, да, и мы не можем показать, может быть, на то, что мы способны. Но каждый год мы проводим беседу с тренерами, со спортсменами, как что улучшить, может быть, работать с психологом. Это все легко на бумаге, по разговору, но не всегда, да, когда это получается, когда ты выходишь на стадион, где от тебя ждут. Вот. Ну, а если говорить про физическую, то я думаю, что наши все спортсмены в очень хорошей форме, они это доказали в этом сезоне, и я думаю, что мы можем ждать только хороших результатов. Короткий перерыв, сейчас буквально пара минут, и вернемся в студию. Продолжается разворот. Генеральный секретарь Латвийского союза легкой атлетики Дмитрий Мелькевич у нас сегодня в гостях. Мы начали говорить, вот скоро стартует чемпионат мира по легкой атлетике в Катарской Дохе 27 сентября. Один из спортсменов от Латвии в нем участвует. Вот мы обсудили различные дисциплины, но вот если говорить про другие дисциплины, а прыгуны в длину, я имею в виду, и в шестом, ведь тоже на национальном уровне есть имена, есть достижения, но на мировой чемпионат они не смогли квалифицироваться, получается. Да, так и есть, как каждый год дисциплины где-то у нас сильнее, где-то слабее, да, в этом году. Ну, близко были наши, например, тот же Марк Арендс, да, недалеко с шестом, не так далеко было, чтобы попасть туда. Ну, девушке, может быть, в прыжках длину в этом году не так, такие высокие были результаты, но с года в год ситуация меняется, но... Ну да, а после чемпионата мира, я так понимаю, что уже главная цель будет, понятно, олимпийские игры в Токио, и я вот читал, что вы планировали провести спортивный лагерь в Фудзи, встречались с японской делегацией даже специально до этого. Да, олимпийские игры будут проходить в следующем году, в июле, то есть перерыв между чемпионатом мира и олимпийскими играми небольшой, если надо еще брать внимание, что еще есть чемпионат мира в помещениях, то, наверное, многие спортсмены, может быть, будут пропускать из-за того, что подготовительный чуть-чуть сезон будет короче в этом году, чем обычно. Да, мы ездили, нас пригласил город Фуджи в Японии, где мы планируем провести предолимпийский сбор, чтобы наши спортсмены могли адаптироваться к климату, адаптироваться, может быть, к еде, то есть ехать в Фуджи за дней 10 до открытия олимпийской деревни. Да, то есть уже остаться там и таким образом. Ага, у нас, кстати, звонок есть, наденьте, наушники давайте послушаем. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел узнать нашего самого выдающегося комплиментателя Яниса Лусиса. Его не слышно и не видно. Это такой огромный тренерский опыт у него должен быть, но его нету. Да. Как ваше. Спасибо. Расскажите, где Лусис? Нет, Лусис есть. Он, в принципе, посещает, в принципе, все наши самые большие соревнования. Он даже очень близко находится всегда к сектору, к копью. У него здоровье, может быть, сейчас не такое хорошее, но он приезжает, он интересуется, выходит книги о нем. Так что Яниса мы все время приглашаем на все наши мероприятия. Так что он здесь есть. Я не скажу, что у него очень большой опыт или практика в тренировочном. Он, в принципе, тренировал больше даже своего сына, и как по тренерской он так не особо. Ну да, и, кстати, недавно же в аэропорту открывали вот эту вот стену почета. Там 9 спортсменов отмечены в аэропорту. Такая дорожка легкоатлетическая. Лусис принимал участие, да, кажется? Да, принимал участие. Это было тоже, в том числе и Елена Прокопчук, там многие были. Да, многие были. Да, но эта вот эта стена, она там, в принципе, и будет, да, теперь в аэропорту? Ну, пока будет, да, и мы этим очень горды, и каждый раз, когда мы куда-то летим, с город проходим мимо этой стены. Будем надеяться только, что количество спортсменов еще будет прибавляться. Вот сейчас 9, а потом, может быть, и дальше по зданию пойдет. Вы, кстати, сказали, вот, да, я забыл спросить про помещение воздух тоже. Ведь вот Лига Вэлвера, например, насколько я понимаю, она уже участвовала в помещении дважды в чемпионате мира. А в открытом воздухе не участвовала. Сейчас первый раз, да, будет, получается, если я ничего не путаю? Да, может быть. Ну, да. Ну, вот просто тоже здесь не все, может быть, понимают. Есть существенная разница и в подготовке, и, в принципе, и в выступлении? Есть разница. Есть, конечно, разница. В помещении просто в два раза меньше круг, да, в помещении мы бежим 200 метров один круг, а в открытом помещении, в открытом воздухе это 400 метров. То есть, если 800 метров брать, это еще вдвойне более тактический бег, да, там, места, где обогнать очень мало, то есть, финишная прямая, там, буквально, там, 50 метров, и тебе, там, до последнего ждать тяжело. Кто-то иногда пропускает зимний чемпионат мира из-за того, что он хочет, может быть, более, там, подготовиться к чемпионату на улице. А он более престижный на улице? На улице, я думаю, что да, более престижный. Еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Недавно наша Радзеича, по-моему, попалась на допинге. Кто еще из наших так вообще, почему она не борется за свое имя? Да, ну, планировалось, конечно, мы планировали это тоже обсудить. Давайте сейчас с Олимпийскими играми закончим, мы Крадзеича отдельно придем. Если вот вы тоже сказали про климатизацию, вы ведь выступали тоже, одна Олимпиада в Азии за вашими плечами есть, одна в Азии, другая в Греции. Вот насколько это все-таки влияет и для наших спортсменов, как вам кажется? Ну, Азия, это, в принципе, тоже большой стресс, наверное, как и Америка, вот, когда Олимпиада в Рио была, это уже обсуждалось. То есть серьезно это влияет? Я думаю, да, и каждый спортсмен подходит по-своему. Кто-то едет именно на старт, чтобы избежать вот этой акклиматизации, да, то есть ты приехал, на следующий день или через день ты выступаешь, может быть, не так это тебе влияет. Кто-то приезжает, ездит туда на более длительный период, чтобы адаптироваться. То есть я всегда любил на более длительный период. Вы в Китай поехали заранее? Да, заранее адаптировался к этой погоде, потому что, ну, сейчас мы знаем, что едем на отдых, выходим из аэропорта, да, а жара, там, первый день ходишь, не знаешь, куда деваться, а поживя там 10 дней, уже все нормально. Так что я думаю, это индивидуальный подход каждого, зато мы своим спортсменам будем только предлагать, например, в тот же подготовительный сбор, ехать, хотите ездить, хотите нет, это ваше решение, но чтобы у них такая была возможность. И то, что хочу сказать, да, спасибо этому городу Фуджи, который оплатил эту поездку, показалось, да, они, это все было на их плечах, они показали, что у них есть, они готовы нас там принимать и давать очень хорошие цены, они половину оплачивают всего этого тренировочного сбора. Так что я думаю, это очень хорошая возможность для нас поехать туда, именно вот адаптироваться к этому климату, потому что в Токио даже сейчас, вот мы были в конце сентября, о нет, в конце августа, ну, было очень жарко. Как местные говорят, ну, мы не знаем, как получила Япония Олимпиаду, потому что невыносимая жара, очень влажная. В общем, в Рио будет даже? Да. Да? Да. Ну, насколько я понимаю, у нас вот сегодняшний день квалификационный рубеж олимпийские преодолели трое, Лаура Игауна, если понятно, и Лаура Игауна, и Лина Муза, ну, все, кто вот на чемпионат мира тоже сейчас едут. Список этот может пополниться вот так, опять объективно? Конечно. Пополнится? Да. Я прогнозирую, я прогнозирую, 12-12. А, те же, кто на чемпионат мира? Да. Ну, потому что это, как мы и смотрим вот сейчас, они квалифицируются, они все в топе мира. А почему они вот, ну, пока трое, то есть они как это, отложили на последний момент, или вот на чемпионате мира планируют как-то? Когда этот... Нет, потому что очень высокие нормативы, здесь нормативы еще выше. Еще выше. Еще выше. То есть олимпийская квалификация будет больше всего будет квалифицироваться через мировой рейтинг. Если мы сейчас смотрим, то наши очень многие в мировом рейтинге, то на данный момент уже, в принципе, попали бы на Олимпийские игры. Но это еще год есть, еще и другие люди не сидят, руки с лошадой. Но я думаю, что все шансы больше, чем 10, я думаю, что будет. Ну, хорошо, но вот допинговая история с Энатой Радевичей, да. Как вы все-таки смотрите на эту историю? Там повторная проверка, нашли анаболический стероид у нее, эксперты сказали, что это все-таки не вырабатываемое организмом вещество, оно могло попасть только извне. Энатая Радевича ушла с поста главы Союза. Как вы смотрите на эту историю? Вот чуть-чуть, какую позицию вы занимаете? Ну, если я говорю, как с точки зрения Федерации, да, то мы, конечно, поддерживаем государство, которое сейчас будет вносить поправки в том, что если человеку была принадлежа премия какая-то, что ее нужно вернуть, если тебя словили на допинге, это одно. Второе, что с точки зрения спортивного, то, что у людей отнимают после такого долгого времени медаль, а что они перепроверили, это другой вопрос. Вот я хотел спросить об этом, а почему так много лет понадобилось? То есть 7 лет прошло с Олимпиады, Энатая Радевича уже успела закончить спортивную карьеру благополучно, стать спортивным функционером. Вот теперь такие новости. Почему столько лет понадобилось? Ну, технологии, технологии меняются. На тот момент у них не было таких, не знаю, технологий, чтобы проверить, есть ли там что-то или нет. То есть сейчас тенденция такая, что все развивается, и сейчас они могли это как-то проверить. Ну, не знаю. Ну, просто привычно там, вот как был большой скандал с Олимпиадой в Сочи той же, когда проходит там год или два, и какие-то результаты, получается, ну, обнародуются. А здесь получается, что проходит такое большое количество лет. Стоит ли нам ожидать тогда, что могут и другие какие-то там более именитые спортсмены, не знаю. Еще через пять лет мы узнаем, что Усейн Болт, оказывается, тоже... Запросто. Можем запросто, но и вот кому это, ну, как бы надо. Я не знаю, ну, это вот эти возвращения медалей, Инетти тоже возвратили медаль, да, за вторую. Она была третья, кого-то сняли, она сейчас... Это на чемпионате мира, да. Конечно, это уже все не то. И спортсмены, которые были... Вот даже сейчас наши, бобс-листы, они были вторые, сейчас медаль. Там все сдвигалось вообще сумасшедшим. Да, да. Там те, кто пятый, стал третьим и так далее. Конечно, мы боремся тоже с допингом, он сейчас тоже, к сожалению, становится актуальным в Латвии. Я не знаю, что происходит, но... Ну, вот это какая-то тенденция такая непонятная. Ну, вот просто да, это получается, вот вы как-то тоже легкоатлет, вам как кажется? Это мы в какую-то перешли новую эпоху, ну, и атлетики, и легкой атлетики в том числе. То есть соревнования теперь не только строятся на спорте, но и на фармацевтике, получается? Это было всегда, я думаю, это, наверное, и будет, но тем самым, конечно, это может быть какой-то образом спортсменам, молодым спортсменам дает задуматься о том, что не стоит вообще рисковать. Ну, если такое уже потом продолжительное время еще хранятся все эти анализы, что их перепроверяют, и в какой-то момент ты можешь быть пойман, то, ну, зачем рисковать тогда? Просто не надо этого делать. И, может быть, таким образом и будет спорт нас чище, чего мы все и хотим, чтобы все соревновались. Не то, кто продвинутый, более фармакологии, а все, кто тренируется умно и много. Ну, вот Инна-то я все-таки хотел бы понять. Она все-таки авторитетный, да, заслуженный спортсмен латвийский. И сама она утверждает, ну, она взяла на себя ответственность, она покинула пост главы, но сказала, что она ничего не принимала, по крайней мере, там, сознательно. Я вот не знаю просто, может быть, вы говорили, вы как коллеги обсуждали, потому что министерство заняло жесткую позицию, не отреагировало на ее слова, что она ничего не принимала. Она сказала, поймали, все, возвращай премию, все аннулируется и все. Вот мне это хотелось бы понять, как вы это понимаете. Может быть, вы говорили с ней, вот, все-таки она говорит, что она ничего не употребляла. Как это происходит тогда? Ну, во-первых, мой сын – это очень близкие друзья, и мы работали в одной команде, и мы учились вместе с ней в Америке. Мы провели очень много времени вместе, и не даст соврать любой доктор, который с ней работал у нас в Олимпийском комитете, что она всегда была очень внимательна о том, что она кушает, о том, что она принимает и так далее. Ну, вот тем более. Это какая-то, я не знаю, что это произошло. Кого-то винить или кого-то подозревать, и невнимательность ли это, или что-то было в еде, или это мы можем только гадать. Я хочу верить, что это чисто, и что оно… Ну, что это такое… Ну, латвийская сторона не могла, или вот Союз не мог подать, ну, я не знаю, как это называется в спортивном мире, там, вот апелляцию, да, какую-то перепроверку, сказать, что, ну, подождите, как бы реальная жизнь показывает, что это недоразумение, ну, вот что-то такое. Была перепроверка, да, проверили пробу. Б, какие-то там следы есть, ну, как и наши докторы в Олимпийском комитете говорят, что это очень мизерная какая-то дева. Доза. Доза, да, и что это может быть и с едой какой-то принято. Да, спортсмен сам, можно понять, и Инета тоже, она уже не спортсмен. Ты можешь идти бороться за то, чтобы потом дальше выступать. Здесь уже столько лет прошло, что-то будет ли это менять в ее, потому что это огромные деньги, идти бороться в суды. Есть президент Федерации Беларуси, да, который сейчас действующий, он тоже был спойман на употребление допинга, но он боролся и выиграл этот суд. Но он должен сейчас у него кредиты в полмиллиона долларов. И вот он сейчас их отдает. Но может быть репутация дороже? Ну, репутация, ну, я не знаю. Ну, я, например, к Инете не поменял свое отношение. Я знаю, какой она человек, сколько она всего сделала для легкой атлетики в Латвии и вообще для спорта. Так что это сколько людей, я думаю, столько мнений. Каждый решает для себя. Ну, вот новым президентом стал Арнис Лакзиньш. В принципе, хочется сказать новым старым, потому что возглавлял союз уже на протяжении 8, кажется, лет, в 90-е годы. И, опять же, просто интересно, не умаляя, конечно, достижений господина Лакзиньша, просто почему так вышло, что человек, который возглавлял 20 лет назад, даже больше уже в федерацию, снова вернулся на пост, не нашлось больше никого? Не было других кандидатов? Кто-то из, ну, не знаю, другого поколения, более молодого? Ну, в принципе, это все случилось, так как Инета подала в отставку. Да, ну, была еще такая ситуация, что Арнис пришел в прошлом и позапрошлом году сам в федерацию познакомиться. Он у нас и как-то, года президент, это... Почетный. Почетный президент, да, федерации. И он пришел рассказать, что он делал с какими-то своими идеями, что он и так может помочь. Да, и когда вот это все случилось, что Инета как бы отступила от поста, мы что-то, что делать, да. То есть это было такое экстренное решение? Это экстренное решение, и мы сами контактировали Арниса, будет ли он готов взять... Снова взять. Снова взять, на вот это, на эти хотя бы через два года, потому что у него очень много хороших идей. Он был последний президент, который в его правлении был чемпионат Европы, У-20 проведен в Риге в 99-м году. То есть на что мы и сейчас тоже работаем. Мы хотим опять провести что-то здесь в Латвии, тот же чемпионат Европы. Но вопрос вот где, вот мы переходим уже к теме, а где он будет проходить у нас? Эта тема инфраструктуры, она самая печальная, я так понимаю, да? Особенно для Риги. Да, для Риги, к сожалению, так и оно и есть. Стадион Даугова сейчас проходит большую реконструкцию. Ну, дорожка там все та же. Дорожка все та же, и должна была быть в этом году, и не была, должна была быть в следующем году, скорее всего, и опять не будет. Ну, в этом году вот сказали, что приоритет занял хоккей, потому что в 21-м году у нас теперь чемпионат совместно с Белоруссией. И сказали легкоатлетам, подождите, да, пожалуйста. Да, ну, если вы так долго ждали, можете еще подождать. Ну, да. А вы как-то задаете эти вопросы? Конечно. Там вот людям, да, в пиджаках, так сказать. Мы задаем, мы ходим, да, общаемся, и, в принципе, сейчас правление поменялось на статье Дорогова, да, может быть, предыдущая, может быть, нас не так держала в курсе вообще всех происходящих дел, да, то, что мы сидим, мы обговорили, что, да, вот в 19-м году будет поменена дорожка, а в 20-м году будет завершен строительство манежа, а потом приходим и говорим, а, ну, да, вообще-то, да, поменялось у нас здесь приоритеты, сейчас будет у нас хоккей, и надо хоккей, потому что у них нету где разминаться спортсменам. Ну, на что, конечно, были вопросы, у нас вроде бы как в округе здесь есть много разных ледовых аренд, где это можно проводить. Ну, так, к сожалению, у нас происходило в стране, да. Ну, Рижский кубок, вот, он проходит в Вогре, это просто такой парадокс и абсурд. Да, ну, это традиции в веке этих соревнований, они в Вогре перешли так, чтобы не потерять, но вот только что сегодня, да, мы были в Рижской думе, об этом как раз говорили, что, ну, больше, наверное, такого не будет, что Рижские кубки будут проходить в другом месте. Но сейчас будем думать, что делать. А где вы теперь будете? Ну, они должны быть в Риге. Ну, где просто, если реально говорить, ну, в следующем году где они могли бы пройти? Ну, в принципе, у нас один стадион в Риге есть, стандартный 400-метровый стадион, один единственный, это на Дауговском стадионе. Есть еще стадион, где они якобы 400 метров, но там тоже могут быть 397 и тому подобное. Ну, Дауговский стадион, да, но, в принципе, почему мы там не делали, потому что очень твердая дорожка, как я говорил, по кругу бежать там, ну, невозможно, там, не только дорожка твердая, там еще есть некие три впадины из-за того, что там подводные течения и вот эти все дренажные системы устарели. И, ну, может быть, говорить, что проводить какие-то спринтеровские дистанции, да, там 100 метров длина, где, ну, в принципе, эти виды не так травмоопасны. Да. Ну, вот это все сейчас, только сегодня мы об этом говорили, и сейчас мы будем дискутировать, сами думать, что делать, говорить с Дауговским стадионом, может быть, какие-то можно бы там делать поправки, что-то, может быть, чуть-чуть менять, там, как-то улучшать именно на этот год. Ну, в принципе, если говорить, вот тоже спортсменов сейчас спрашиваем, у нас за спорт отвечает известный Министерство образования. Насколько вам кажется вообще Министерство образования и сделал, да, до спорта, если так грубо говорить, потому что, ну, Министерство образования занимается, в первую очередь, образованием, есть комиссия, да, мы знаем, или подкомиссия даже по спорту, но как вам кажется? Ну, сейчас, видите, все меняется. У нас новое правление, у нас новый министр образования, Илга Шуплинская. Ну, они меняются часто. Они меняются часто, но мы сейчас видим очень для нас радостную тенденцию, что и происходит, как это, по Арманису, это перемены. Да, перемены, и перемены нужны. Перемены именно в финансировании спорта, да, как и Министерство само не скрывает, у них много других важных дел, которые они делают, и спорт, конечно, не приоритет номер один. Но есть, вы чувствуете, конкретные изменения? Да. Просто не так давно пронеслась налоговая реформа, и все спортсмены, я думаю, вы знаете, да, оказались в кавычках в восторге от этой реформы. Для УК Атлетики это не так коснулось, да? Очень коснулось. Коснулось, да. Если, ну, да, у нас эта система налоговая, вот эта, где были облегчения, да, у нас были намного больше, чем они сейчас. Ну, я вижу очень позитивную тенденцию. В САЭМе, да, есть вот эта подкомиссия, где руководитель тоже очень активно работает, и есть какие-то уже продвижения. Ну, вот есть еще такое мнение, кто-то, по-моему, даже в нашей студии, вот не скажу, кто, но кто-то из спортивных экспертов и функционеров говорил, что мы вот часто так ностальгируем, вспоминаем вот достижения латвийских спортсменов 20 лет назад, да, вот эти первые после восстановления независимости, и что тогда все происходило во многом на каком-то адреналине, вот были эти первые годы, там первые, ну, возьмем, там 15 лет, а потом это все как-то, как обычно бывает, немножко упало, и возникла необходимость все-таки какой-то уже системной работы, вложения, инвестиции. Вот вы согласны с этим? Очень согласен, конечно. На одном энтузиазме и фанатизме далеко не видишь. Это мы, в принципе, видим, как сейчас у нас был чемпионат Европы и среди команд, где мы во второй лиге были, да, и заняли четвертое место, выиграла Эстония. Просто мы видим, что у нас есть один, может быть, два человека на дисциплине. У них этот резерв намного... Да, эстонцев. У них и манежи там, с манежами все лучше. У них есть манежи, у них есть система финансирования, которая не знает, что у них будет в следующем году. Мы, например, сидим, мы не знаем, сколько у нас будет денег в следующем году в федерации. Да, нам что-то нужно сейчас планировать, какие-то свои поездки, мы сидим и ждем. Ну, у нас каждый год очень все меняется. И с этим мы шли, когда было новое правительство выбрано, мы шли к министру и сделал работу, провел, посмотрел, кто какая федерация, сколько получает от страны, да, и там очень много нелогичного, что мы, как самая большая индивидуальная федерация спорта, получаем от страны 90 тысяч евро, на которые нам нужно провести 50 соревнований и отвести всех в свои сборные на чемпионаты Европы и мира. Ну, это, по крайней мере... Ну, да, если говорить об Эстонии, просто стоит вспомнить, где тренируется Лавройков, он, собственно, сейчас. Как есть, у них... Самая лучшая спортсменка, легкоатлетка Латвии тренируется в Эстонии. В Эстонии, где в одном Таллине, да, три манежа, у нас, к сожалению, один манеж, которым построен в 60-е годы. Там около Красного, ну... Да, это единственное место, из-за которого сейчас тоже мы об этом сегодня говорили, чтобы туда еще попасть. Потому что все занято. Все занято, всем негде тренироваться. Людей очень много, дети. Меня спрашивают, да, мы проводим всякие, там, детская легкая атлетика, программы. И мне часто звонят, родители говорят, о, хочу я своего ребенка отдать легкой атлетикой. Куда мне идти, где можно тренироваться? Места немного, потому что нету, где этого делать, нету инфраструктуры. Это надо менять, потому что это королева спорта, и которая нужна всем видам спорта, не только легкой атлетикой. Ну вот на такой не самой веселой ноте, но надеемся, что чемпионат мира принесет нам радостные эмоции. Дмитрий Мелькевич, генсек Латвийского союза легкой атлетики, был у нас сегодня в гостях. Спасибо вам большое. Спасибо. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. До свидания.